Многие из нас любят survival игры в Майнкрафте, поэтому если ты любитель Skywars, если ты действительно хочешь стать про, то заходи и подписывайся на канал Пингвина, он тебя этому научит. Также тут ты сможешь найти много различных конкурсов по Майнкрафту. Как делишь кроветежки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, а точнее в новую серию нашего седьмого сезона с модом на покемонов. И сегодня вместе с вами мы будем продолжать наши приключения и также путешествия в мире покемонов. Но, ребята, перед этим я бы хотел вам сказать, с одной стороны, большое спасибо, а с другой стороны, я бы хотел перед вами извиниться. И также, плюс, я хочу вам сообщить одну новость. И сейчас, ребята, я думаю, с чего бы начать? Наверное, мы начнем с того, что я вам скажу большое спасибо. Почему? Потому что на предыдущей серии покемонов, ребята, мы вместе с вами за один день набрали практически 4000 лайков. Хоть для того, чтобы вышла новая серия, нам нужно всего лишь набрать 3000 лайков. И за это, ребята, я вам много раз уже говорил большое спасибо за то, что вы такие сумасшедшие, потому что за один день мы набрали 4000 лайков на одной серии. Это, ребята, уже офигеть как круто. И за это я всем вам хочу пожать руку. Вот дай руку, дай руку. Свою руку мне дай сюда. Я вам всем, ребята, хочу пожать руку, потому что я знаю то, что вы большие молодцы, ребята. Я вас верю. Давайте мы, если сможем, на этой серии также наберем... Давайте попробуем набрать 4000 лайков. Если мы наберем 3000 лайков, я завтра выпущу новую серию в 10 часов утра. Это будет вторая тема нашей разговора. Я выпущу новую серию завтра в 10 часов утра. А если, ребята, мы с вами еще сможем набрать 4000 лайков вместо трех, я буду также очень вам, ребята, благодарен. Потому что я верю то, что мои подписчики смогут набрать, ребята. Это не так-то сложно. Потрать всего лишь одну секунду, чтобы поставить лайк. Это, ребята, очень просто. Пожалуйста. Также, ребята, пока мы будем начинать, я хочу извиниться то, что вчера не вышла новая серия покемонов. Потому что я, ребята, вчера просто не смог ее записать. Я не болею. То есть это... Я не простыл. Мне кажется, это обычная аллергия. Потому что я себя так хреново чувствую, что вы себе не представляете. Я не знаю. Я даже разговаривать не могу, потому что у меня и горло болит, у меня и глаза чешутся так, что я просто иногда не могу их открыть, потому что так чешутся то, что с ума можно сойти. И нос чешется, и насморк, и многое другое, ребята. Я сегодня прям балдел, что со мной творится. Не знаю, простыл ли я или это обычная аллергия. Прям какая-то жестокая обычная аллергия. Но все же, ребята, мне вчера реально как-то плохо было. Я перед вами просто извиняюсь, что я вчера не выпустил новую серию. Но, ребята, я надеюсь то, что бить не будет. И если мы сможем набрать лайки, то я обещаю то, что я выпущу ее завтра, ребята. Честное слово, я обещаю то, что выпущу, если мы с вами сможем набрать лайки. Да, ребята. И что я бы еще хотел вам сообщить? Что бы я еще вам хотел, ребята, сообщить? Пока мы сейчас будем делать один новый лаки покемон блок. Я никак не могу привыкнуть к тому, чтобы сказать покелаки блок какой-то. Но ладно, давайте каждую серию мы будем открывать по одному блоку, ребята. Вы согласны? Мне кажется, это будет круто, если мы действительно будем вот это делать. Нам нужно сбегать за золотом. И знаете что, ребята? Что за новость? В первую очередь, в эту субботу, в 3 часа дня по Москве и Украине, у меня будет стрим вот тут на ютубе. Я всех вас жду, ребята, приходите. Я действительно буду вас ждать. Потому что я с вами буду общаться и также играть на моем сервере. Но что, ребята, мы будем делать на сервере? Вот сейчас я объявляю глобальный конкурс на моем сервере. В какой степени? В эту субботу у меня будет большой ивент. Давайте я вот даже сейчас прочитаю. У меня на втором экране тут написано. В чем суть этого конкурса? Будут две команды. Две или даже больше. Нет, будут больше команд. То есть, будут около семи команд. Мы будем собирать людей на сервере. Но! Один бой. В нем участвуют две команды. У каждой будет отдельная территория. То есть, у каждой команды есть свой замок, ребята. На которой будет главное здание. Шахта для нобычи ресурсов. И просто свободная территория, чтобы там находиться. Чтобы победить, нужно сломать базу противника. Это пять обсидианных блоков. То есть, пять блоков обсидиана. И она находится в центре какой-то там башни. То есть, это прямиком будет проводиться на моем сервере. Мы будем собирать около восьми команд. И с одной командой буду участвовать я. Я и админы моего сервера. То есть, вы, ребята, сможете сразиться против меня. Или, может, даже со мной. В одной команде. И, ребята, что вам нужно, чтобы просто принять участие? Давайте я вам еще раз скажу. То есть, два замка. А в первой фазе вы ничего не будете ломать. В первой фазе вы только добываете ресурсы. В второй фазе вы меняете вот эти все ресурсы на железо, изумруды и многое другое. Чтобы сделать себе кирку и приготовиться к самому бою. И третья фаза. Это можно уже ломать базу противника. Уже начинается прям осада замков, сражения. И вы идете на пролом. И пытаетесь сломать нексус вашего противника. Да? То есть, ну, все мы знаем доту, лол и многое другое подобных игр. И, в принципе, ребята, все мы это прекрасно понимаем. А поэтому мы действительно будем делать, проводить, мы будем проводить вот такой ивен. Да, ребята. И победители, то есть, кто победит, тот будет награжден самым большим донатом, который только присутствует на сервере. То есть, любой донат, который вы только пожелаете. Ну, и, конечно же, мое уважение. Вы будете прямиком играть у меня на стриме. Да, ребята. То есть, вы будете у меня на стриме, я вас буду на стриме показывать. Поэтому, что вам нужно сделать, чтобы принять участие? Извиняюсь. Админы моего сервера сделали уже тему ВКонтакте. Вам нужно пойти и принять там участие. То есть, вам нужно подать свою заявку. Вы там прочитайте все внимательно, что там пишет, что там требуется. Вы с этим всем согласитесь. И потом, ребята, может вас даже примут вот сюда на участие. Потому что все админы будут рассматривать вот эти все заявки. Поэтому, ребята, будьте внимательны, когда вы будете их подавать. Ссылочку на это все я уже оставлю в описании. Вам просто нужно зайти, прочитать и принять участие. Да, ребята. Это, в принципе, все, что я хотел вам сообщить. Я не знаю, вот у меня на втором экране еще тут можно что-то еще написано. В команде будет по 5 человек. То есть, админы будут составлять команды с 5 человек. И вам нужно потом формы там всякие составлять и многое другое. Ну, тут есть и правила, там есть и отборочные туры, даты, когда это все будет с 7 мая в субботу. Поэтому, ребята, приготовьтесь к 7 маю. У нас там будет большой конкурс на моем сервере с донатами, розыгрышами. И просто-напросто большой стрим, где я вас буду показывать на самом стриме. Поэтому, ребята, приходите, я всех вас буду ждать. А в этой серии, это была такая немного информационная серия, где я вам сказал что-то, где я вам рассказал что-то, где я вам сказал спасибо, извинился и многое другое. Но, ребята, в принципе, мы ничего не потеряли, потому что сейчас мы дальше будем прокачивать наших покемонов, ребята. Я просто хотел вам вот эту новость сообщить. Я буду вас ждать реально и на стриме, и на сервере, чтобы вы со мной, ребята, смогли поиграть. Это первый вот такой конкурс, стрим, ивент, мини-игра, где вы действительно сможете со мной поиграть вот так напрямую, вживую, в прямом эфире на стриме, ребята. Вот, кто хочет, я всех вас буду ждать в 3 часа дня по Москве и Украине в эту субботу. Вот тут, ребята, на канале приходите, я вас буду ждать. Ладно, ребята, знаете что? В этой серии мы откроем один лаки-блок. Я его не буду ни на что зачаривать. Это обычный лаки-блок на покемонов, да, то есть не самый обычный лаки-блок, а покемон лаки-блок. Я его открою, потому что, знаете, ребята, давайте мы ведем такую традицию. Каждую серию мы будем открывать по одному вот этому блоку. Может, что-то нам выпадет. С первого лаки-блока, который я открыл, нам выпало полстака нафиг премьер-болов. И именно вот с этих премьер-болов я словил нашего первого покемона. В этом сезоне это у нас был Ошавон. И, в принципе, действительно повезло, что я его словил. Ну что, ребята, вы готовы открыть вот это чудо? Вы готовы открыть вот это чудо? Ух, какое это чудо огромное, а? Какое оно огромное. Ну да ладно, ребята, давайте. Один, два, три. Ух ты, я уже думал, нифига, мне что, вообще ничего не выпало? Ну я не скажу, что это крутой покемон, чтобы появиться. Честно, я не скажу, что он крутой. Мне кажется, он вообще не крутой. Мне кажется, он, ребята, вообще не крутой. Ну да ладно, выпал и выпал. То есть это был обычный лаки-блок, ни на что не зачарен. То есть покемон лаки-блок ни на что не зачарит. И пускай даже будет, ребята. Но знаете, что я еще хотел бы сейчас сделать? Мне нужно выращивать, помимо красных, да, чтобы делать лаки-блоки, помимо желтых и черных, чтобы делать ультраболы, мне нужно выращивать, ребята, еще синие и также зеленые апреконы. Вы спросите, для чего? А для того, чтобы в первую очередь делать квикболы, это самые лучшие покеболы, которые только есть. Ну, в принципе, они очень круто ловят, поэтому можно их ловить. Да, можно их делать, а не ловить. Они не стопроцентовые, но все же, ребята, они действительно очень хорошо справляются с своей работой. И также зеленые для того, чтобы делать даскболы. То есть ночные покеболы, они очень замечательно ловят ночью. То есть, когда наступит ночь, с этим покеболом будет намного больше шансов словить покемона. И это действительно, ребята, очень круто. Но знаете что? Нам нужно путешествовать в тех местах, где мы еще даже не бывали, ребята. А почему? Потому что, в первую очередь, мы будем открывать новые биомы. Во вторую очередь, мы будем находить какие-то, может, даже построечки. Или, допустим, те же Алталиис, чтобы спавнить легендарных покемонов. А во вторую очередь, ребята, мы будем находить поки-честы. Точнее, поки... Сейчас, сейчас. Нет, не нападай, я сам нападаю. Бычара! Не быкуй, бычара. Бычара не быкуй. А мы... Сейчас, дайте я его зафигачу. Мы будем пытаться искать, ребята, покеболы, которые валяются на земле. Да, и также мы будем пытаться искать лаки-блоки. Потому что с лаки-блоков нам могут выпадать различные крутые вещички. И это, ребята, нам, конечно, сейчас нужно. Потому что, запомните, ребята, чем больше алмазов мы найдем, тем на больше удачи мы с вами сможем зачарить покемон лаки-блок. И тем больше шансов, что нам выпадет какая-то нереально крутая вещь. Или заспавится какой-то нереально крутой покемон. Это еще намного лучше, чем какая-то вещь. Да, ребята, и вот сейчас, что я хотел. Пока я не забыл, дайте-ка я добуду вот эти все книжечки. Потому что они нам будут нужны для того, чтобы построить нормальный дом. Да, и, в принципе, сделать небольшую декорацию. Они нам действительно очень пригодятся. Ну что, Черезар, ты готов полететь в путешествие? И так же еще бы нужно сделать бэкпак, который я уже хочу сделать не знаю сколько серий. Он действительно очень сильно нам пригодится, ребята. Так, 48 уровень. Дивот. Ребята, нужно как можно быстрее уже эволюционировать дивотов самурота. Он очень красивый. О, какой красивый. И он уже эволюционирует через сколько уровней? Он эволюционирует через 7 уровней. Я не скажу, что это очень много. Поэтому, ребята, нам... О, нам нужно стараться... И да, Лаки Блот. И это счастливый Лаки Блот, потому что он находится в таком небольшом кварцевом домике. Это всегда означает то, что там что-то хорошенькое. Электрод. Не убивай нас, пожалуйста. Я тебя прошу, электрод. Нет. А, он сам взорвался? Ну так, он сам взорвался. И, в принципе, нам его даже не нужно было убивать. Он нас не смог убить своим взрывом. Ну дай мне, пожалуйста, алмазики. Я тебя очень прошу. Да. Да. Я тебе это отдам, потому что это мне нахрен не нужно. Спасибо большое. Да. Спасибо большое за вот эту глину. Она нам офигеть как просто пригодится. Спасибо тебе большое. Вот честно. Охренеть просто. Ну ладно, ребята. Не будем расстраиваться. Так, вот это тоже выкнем. А, может мы сейчас еще найдем один Лаки Блот? Пожалуйста. Пожалуйста. Ну или, в принципе, я... Да, я... Где я вообще? Вот, да. Вот, ну, там, что-то я путаюсь, ребята, в словах. Но, не знаю. Когда башка не варит, когда немного башка больная... Нет, не в этом смысле башка больная. А в том, что я болею, да, то, в принципе, не нужно к словам докапывать. Да. Вы поняли то, что я хотел сказать. Все. Тихо. Все. Успокоились. Так. У нас есть тут какие-то нормальные покемошки. Покемошки, покемошки, покемошечки. Где вы ползаете? Где вы ходите? Сан-фло... Сан-флора. Иди сюда, пацанух. Сейчас мы тебя попробуем запинать. Только не убивай нашего девотика, животика. О, точно, может его живот назвать? Живот-девот. Так, ты у нас кто-то? Хоп-пип. Хоп-пип нам не нужен. А ты у нас... Я блюв какой-то, нафиг. Сейчас. Иди сюда. Иди сюда в трехглазый. Или что ты вообще такое за... 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 За существо, нафиг. Не очень сильно ты как-то бьешь по нему, честно. Не убивай нашего Черезардушка. Пожалуйста. Замечательно. А, Черезардик, помоги нам найти еще один лаки-блок. Мы тебя очень просим. Ребята, давайте дружно все попросим Черезарда найти нам один лаки-блок. Пожалуйста. Я хочу добыть хотя бы... Хотя бы парочку алмазиков. Для того, чтобы потом в следующей серии зачарить наш новый покемон лаки-блок. О, на как можно больше уровня, чтобы нам с него что-то выпало хорошенькое. Мунбол. Ребята, я вас поздравляю. У нас новый покебол есть. Новый покебол. В принципе, он не делает много дел. Обычный такой покебол. Ни на что толком не способен. Но все же пригодится. Может. Может повезет. И может именно с ним мы кого-то и словим. Да, ребята. Кто у нас тут еще есть? Кто у нас тут еще есть? Покебол. Оооо. Как-то много вот этих покебольщиков. И это меня радует, ребята. Ретро-мейл. Да. Спасибо вам за вот эти письма. Они мне, если честно, в жопу не сдались. Но большое вам спасибо, что вы мне их присылаете. Я не знаю, кто мне вообще спамит вот эти письма. Кто? Покемоны нафиг. А я вообще не знаю, зачем это добавили в Майнкрафт. Точнее, в сам мод. Может, это будет полезно на серверах. Но в одиночке это никакого смысла нам не дает. Но, ладно. Зато сейчас мы добы... Стырим еще немного книг. Стырим книжечки. Потому что книжечки нам пригодятся для украшения нашего дома. И также вылечим наших покемошек. Да, ребята. Как видите, у меня... У меня красный нос. У меня красный нос. Да. Потому что, как я говорю, ребята. Мне охренеть. То ли аллергия, то ли хрен его знает что. Но я уже просто-напросто не могу. Так. Опа-на. Это очень хреново, когда у вас аллергия. Ребята, вот... Есть тут кто-то, у кого тоже есть такая какая-то весенняя аллергия. О, там еще один лаки-блок. Есть тут кто-то... Да! Алмазики! Это... Да! 20 алмазов! 20 алмазов. Нифига себе. Еще один лаки-блок. Нифига себе. За эти 20 алмазов мы сможем зачарить столько нафиг покки-лаки-блоков. То, что мы просто с ума сойдем. И это офигеть, как круто. Я рад этому. Я рад, ребята. А, офигеть. Зачем я это выкину? Башка не варит. Вот, ребята, что я говорил. Есть тут у кого тоже весенняя аллергия. Да, вот такие на цветы, на пыльцу, на пыль. Потому что у меня на пыль, наверное, аллергия. Ну, офигеть, ребята, как это меня бесит. Сейчас я целый день сегодня хожу. Пчи, 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 нафиг. У меня уже прям вся рожа болит от этих пчи. Поэтому, ребята, хорошо то, что я хотел бы на видео не пчихаю. Да. А, как я знаю, это не счастливые лаки-блоки. Вот лаки-блоки, которые спамятся вот тут на обсидионе, на вот этом, они не очень счастливые. Ни-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и- крыльку биться даже нету мобов вот вот кто не согласится то что это очень круто это очень круто то что ты пик иди в жопу я знаю то что не словишься но это охрененный какой стартовик нафиг это это охрененный какой стартовик это огненный покемон конечно хреново потому что у нас уже есть огненный покемон нам еще один нужен но все же я постарался его словить я его и так не могу словить потому что меня просто нету покебола но все ребята вот разве это не круто то что даже пиксель моде где по идее нету вообще никаких мобов у нам даже могут попасться вот такие нафиг кролики убийцы вот эти гигантские зомби которые будут пытаться нас задавить это ребята очень круто это очень круто что ты хочешь что-то за мной бегаешь зараза а я его вообще пнул по заднице и убежал вот какой-то наглый да вот какой-то нарвоты думаешь что сейчас больше на меня на меня нападать и будешь меня убивать не 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 вот ведь я его разокнул и он и он убежал еще раз пнул он убежал какой ты трус ты трус прибежал ударил убежал ты трус ты трус а затем что давайте мы лучше домой вернемся домой так он за нами там уже хотел подойти нас и вы поняли только я ему не дался как бы это глупо не звучало ну да ладно ребята хавчик нужен хавчик а хавчика у нас нету только вот это только вот это так это сюда а у да нет есть у нас хавчик нифига себе я как-то практикал ребята вы мне почему не напоминаете то что у нас есть хавчик в печках а я хожу голодаю вот у даховчик то у нас есть а больше нету больше нету у нас есть яблочки но я их не буду кушать потому что они нам потом пригодятся для того чтобы делать конфеты которые будут прокачивать уровень нашим покемонам и принципе я больше не буду кушать яблочки потому что потом будет нехватка этих самых яблок дашь и куда бы нам еще ребята пойти Куда бы нам еще пойти В горы куда-то Кафоманама Кафоманама Это какой-то крутой вид Да, у нас тут Да, вот он Реально тут круто вот это выглядит Круто, что я вообще вот это место нашел Но знаете что, ребята, мы, наверное, будем уже закачивать эту серию В первую очередь, потому что у меня нос так чешется, что я его еще нахрен оторву Как вы слышите, видите, сопли и красный нос Дед Мороз Мне хреново, ребята Но все же, даже если учитывать то, что мне хреново Я пытаюсь, ребята, для вас записать новую серию Какой бы она мерзкой не была В том смысле, что, ну, я согласен Никому не приятно смотреть на человека, который болеет Вот я пытаюсь тоже как-то не выглядеть болеющим Ну да ладно, ребята Я надеюсь, обид не будет, то что вчера серия не вышла Я объяснил, почему она не вышла И также, ребята, я буду рад, если вы забабахаете Большущий вот такой палец вверх на эту серию Я также, ребята, верю, то что мы сможем набрать Давайте попробуем набрать Ооо Давайте попробуем набрать 4000 лайков Так как мы набрали на предыдущей серии Я буду очень сильно этому рад, ребята Вы поможете даже мне вылечиться Намного быстрее, чтобы я вас дальше продолжал Радовать новыми сериями И чтобы я в них не болел Чтобы я продолжал вас радовать, но Чтобы я был здоровым в этих сериях Поэтому, ребята Я еще раз вам скажу большое спасибо Большое спасибо тем, кто поставит лайк Вы с этим самым ускорки выход новой серии И серия выйдет завтра, ребята, в 10 часов утра По Москве и Украине, если мы сможем набрать лайки Также, ребята, подписывайтесь на мой канал Потому что каждый подписчик для меня как друг И также можете делиться этим видео со своими друзьями Скидывать им ссылочку, чтобы они также зашли и посмотрели новое видео И, конечно же, ребята, сделать репост у себя на странице ВКонтакте Кому просто-напросто Ну, кому не тяжело Я буду очень сильно этому рад, ребята Честное слово Также, что я еще хотел сказать Вы можете писать комментарии Я действительно читаю все ваши комментарии И я на них даже иногда отвечаю Если я посчитаю это нужным Поэтому, может, именно на твой комментарий я и отвечу Подавайте заявку на этот сам конкурс О котором я рассказывал пол-видео, ребята Будет стрим, будет конкурс Будут ивенты на моем сервере Мы все с вами повеселимся Заходите Я действительно буду вас очень сильно там ждать Да, ребята, еще раз вам скажу большое спасибо за просмотр Приходите на мой канал завтра Вот ты! Ты! Приходи на мой канал завтра Потому что видео на канале выходят каждый день И я каждый день, честно, ребята, вас жду Я буду очень сильно рад вас видеть на моем канале каждый день Приходите, никогда не стесняйтесь Я всегда этому, ребята, очень сильно рад Честное слово Ребята, еще раз вам скажу большое спасибо за просмотр Последний раз извинюсь за то, что я болею Но все же я решил для вас записать серию Порадовать вас Поэтому, ребята, еще раз большое спасибо вам за просмотр Всем удачи и всем пока